Объект 1913. Фурии. Объект номер SCP-1913. Класс объекта Евклид. Ранее Кетер. Особые условия содержания. Пересмотр 7. 04.04.1901. Конвой Омега-8 «Кошки в колыбели» создан для содержания исследований и перевозки SCP-1913-1, а также для отражения нападений SCP-1213-2 и SCP-1213-3 и зачистки их последствий. Конвой Омега-8 поддерживает постоянное движение через малонаселенные районы Америки и должен быть готов к отражению нападений SCP-1913-2 и SCP-1913-3. Допускаются краткие остановки между зонами с целью наполнения запасов топлива, продуктов и оборудования. SCP-1913-1 содержится в свинцовом контейнере, оснащенном динамиком для цели допросов. SCP-1913-1 может быть извлечен из контейнера только в помещении без окон и не должен быть осведомлен о своем местоположении. При непосредственном взаимодействии с SCP-1913-1 следует использовать резиновые перчатки во избежание контактов с кожей. В случае незащищенного физического контакта следует немедленно смыть с рук чернильно подобное вещество. Если пятна начнут распространяться, пострадавший сотрудник должен быть устранен до появления симптомов. Сохранение SCP-1913-1 следует считать приоритетным до разработки более совершенных условий содержания. Ни при каких обстоятельствах SCP-1913-1 не должен попасть в руки SCP-1913-2 или SCP-1913-3. Ожидается постановка на содержание SCP-1913-2 и SCP-1913-3. Для нейтрализации Т-2 и Т-3 допускается применение любых мер, которые будут сочтены необходимыми. Пересмотр 8. 12.04.1911-1 Компоненты SCP-1913 должны содержаться на расстоянии как минимум 1600 км друг от друга в крупных зонах фонда. Подробности местоположения каждого компонента SCP-1913 смотрите в документе 1913-53. Документ 1913-53 версия 1. SCP-1913-1 зона 45C Лас-Вегас уровень 7 защищенная камера содержания 703. SCP-1213-2 зона Орландо-Флорида уровень защищенная камера содержания номер SCP-1913-3 зона Нью-Йорк-Сити уровень защищенная камера содержания номер. Каждый компонент SCP-1913-1 должен быть размещен в центре трубчатого стеклянного кольца радиусом 4 метра, заполненного порошкообразной серой. При непосредственном взаимодействии с SCP-1913-1 следует использовать резиновые перчатки во избежание контакта с кожей. В случае незащищенного физического контакта следует немедленно смыть с рук чернилоподобное вещество. Если пятна начнут распространяться, пострадавший сотрудник должен быть устранен до появления симптомов. В случае невозможности излечения травм, полученных от SCP-1913-2, может потребоваться устранение. Запрещается вход в камеру SCP-1913-2 в любых типах брони или лабораторных халатах в избежании агрессии объекта. SCP-1913-3 содержится во взрывостойкой камере, оснащенной противопожарной защитой. Не допускается вхождение в кольцо SCP-1913-3. Описание. SCP-1913-1 это общее обозначение для трех сущностей, обозначенных как SCP-1913-1, Тиро-2 и Тиро-3. Сущности SCP-1913 не проявляют признаков смертности, со временем регенерируя смертельные травмы, а в случае уничтожения тела появляются рядом с местом убийства в течение часа. Все сущности SCP-1913 проявляют крайнюю неприязнь к сере и не желают и не могут коснуться ее или пересечь без посторонней помощи. SCP-1913-1 представляет собой разумную керамическую статуэтку, изображающую кошку, высотой 20,5 см и весом 8,3 кг. На дне SCP-1913-1 вытравлено имя Агата, нос, уши и лоб украшены белой глянцевой краской, а из глаз, рта и лап выделяются чернилоподобные жидкость черного цвета. SCP-1913-1 способен общаться, издавая изнутри себя молодой женский голос. SCP-1913-1 проявляет презрение к персоналу фонда, но склонен к сотрудничеству под угрозой встряхивания своего контейнера. SCP-1913-1 предоставил значительную информацию о возможностях других сущностей SCP-1913 и причинах его преследования ими, но склонен утаивать информацию или давать ложные указания относительно собственного содержания, к примеру, не упоминая своего отвращения к сере. Чернила, покрывающие глаза, рот и лапы SCP-1913-1, состоят на 50.9% из воды, 48% золы, 0.9% соли и 0.2% серебра. При контакте с эпидермисом живого субъекта вещество всасывается в его поры. Пострадавшие участки начинают растворяться со скоростью, зависящей от количества чернил, и в конце концов исчезают. Жертва во время этого процесса не погибает, несмотря на исчезновение жизненно важных органов. Так, если было поглощено туловище, но остались конечности, последние будут продолжать функционировать до полного растворения, как правило, пытаясь двигаться по полу и хватать безлежащие предметы или ноги. Чернила SCP-1913-1 не способны воздействовать на неодушевленные предметы, трупы и мёртвые ткани, в том числе волосы и ногти, или тех, кто не прикасался к SCP-1913-1 в течение последних 8 часов. Чернила SCP-1913-1 безвредны при разбавлении водой, поэтому, если вещество не проникло в кровь жертвы, для предотвращения последствий достаточно его смыть, хотя могут возникнуть рубцы. SCP-1913-2 представляет собой подвижный гуманоидный скелет, покрытый тёмными волосами и пеплом, придающий ему подобие женской фигуры. Структура скелета SCP-1913-2 является человеческой, за исключением черепа и пальцев, напоминающих собачьи. SCP-1913-2 способен двигаться со скоростью до 65 км в час, несмотря на отсутствие необходимых для движения тканей. SCP-1913-2, судя по всему, неразумен и обычно действует лишь выполняя приказы SCP-1913-1 или Тире-3. Предполагается, что Тире-3 научил Тире-2 атаковать тех, кто одевает лабораторный халат или стандартную броню конвоя Омега-8, ранее известной как кошки в колыбели. Перед событием 1913-3 в связи с особым характером этих триггеров. В противном случае, если его не провоцировать и снабжать достаточным количеством пищи, Тире-2 проявляет неожиданное послушание. Будучи спровоцирован, Тире-2 стремится нанести жертве удары когтями, однако не способен убить жертву, даже нанеся ей тяжелые повреждения органов и причинив значительные потери крови. Жертва продолжает проявлять признаки жизни, пока ей не будут нанесены смертельные травмы, не связанные с данной сущностью. От неаномальных ран и до последствий воздействия чернил Тире-1. Отделенные от жертвы органы или конечности будут продолжать жить независимо. Жертва также не погибает в случае смерти органа, отделенного от нее усилиями Тире-2. SCP-1913-2 продолжает атаковать жертву, пока та не прекратит двигаться, либо пока его не спровоцирует кто-то другой. Хотя SCP-1913-2 не нуждается в питании, он проявил склонность поедать мясо своих жертв и входит в возбужденное состояние, если пища ему не предоставляется. Тире-3 называет Тире-2 именем Телли. SCP-1913-3 выглядит как черная молодая собака породы лаборадор-ретривер. Тире-3 лишен рта, носа и глаз, вместо которых на его морде имеются рваные дыры, имитирующие ухмыляющееся лицо и излучающий тусклый белый свет. Тире-3 разумен и называет себя Фредди. Тире-3 отказывается объяснять причины преследования им Тире-1, называя это семейным делом. Тем не менее, известно, что Тире-3 не стремится навредить Тире-1. Сам Тире-1 утверждает, что при контакте подвергается физическому изменению формы, но эта информация не подтверждена. Столкнувшись с каким-то предметом или субъектом, Тире-3 спускает из своих лицевых отверстий вспышку пламени серого цвета, достигающей температуры 1200 по Цельсию, и оказывающей ожидаемый эффект на неодушевленные предметы. Горение, начинающееся из-за контакта с этим пламенем, продолжается до тех пор, пока жертва полностью не сгорит, или пока огонь не будет потушен. Жертва воздействия Тире-3 страдает от тяжелых ожогов, как правило, приводящих к полной потере зрения, слуха и осязания. Устранить жертв Тире-3 удалось, только растворив их в чернилах Тире-1. Не будучи заблокированным значительным количеством серы, SCP-1913-3 способен определять примерное местоположение других сущностей SCP-1913. SCP-1913-3 периодически испытывает перепады настроения от нейтрального до агрессивного, часто произнося проклятие в адрес содержащего персонала. С 12 марта 1915... SCP-1913-3 стал причиной как минимум двух крупных пожаров. Отчет об обнаружении SCP-1913-1. Тире-1 был обнаружен агентом Кроули 24.03.1913 в гавани В. При обследовании остатков произошедшего здесь кораблекрушения судно, которое должно было следовать в Нью-Йорк, но вместо этого направлялось в СССР. В обломках были найдены два тела, остальные же 20 пассажиров пропали без вести. После того, как стало известно о свойствах SCP-1913-1, для отвлечения внимания связанных организаций вводы в... были спущены две спасательные шлюпки, загруженные 20 трупами сотрудников класса Д, погибших во время тестирования. В связи с плохим состоянием судна, до рейса его крушение было объяснено техническими причинами. Отчет о столкновении 001. По прибытии SCP-1 в зону 02-01-1901, последняя была атакована SCP-2 и Т-3, в результате чего был задействован протокол аварийной эвакуации. Т-2 неоднократно бросал Т-3 в автомобиль, выполнявший эвакуацию Т-1, в результате чего машина получила значительный ущерб, но смогла оторваться от погони. Ввиду исключительного интереса SCP-1913-2 и Т-3 к Т-1, был образован конвой Омега-8 и назначено коллективное обозначение всех трех сущностей. Отчет о столкновении 15. Дополнительная попытка захвата Т-2 и Т-3 не удалась. SCP-1913-2 и Т-3 продолжают преследование конвоя Омега-8. Сдерживание сущности затруднено постоянным движением Т-2, его очевидным знанием о расположении автомобилей фонда и взрывоопасной природы Т-3. Было испробовано применение дротиков с транквилизатором, струей воды, пламенем и огнестрельного оружия, однако ничего из этого не позволило нейтрализовать ни одной из сущностей. Отчет о столкновении 29. SCP-1913-2 и Т-3 выследили и атаковали конвой Омега-8 во время пополнения запасов в зоне 45А. Конвой Омега-8 успел вызвать подмогу, но был выведен из строя до ее прибытия. Доктор Хейвард и агент Кроули с SCP-1913-1 смогли добраться до крыши с целью эвакуации, но в итоге оказались в исследовательской лаборатории 100, где их атаковал Т-3. Агенту Кроули удалось не допустить ни захвата сущностью Т-1, ни уничтожения доктора Хейварда. Смотрите отчет интервью 1913-А. Сущности 1913- были расклассифицированы как Евклид. Интервью 1913-РА. Опрашиваемый агент Кроули, опрашивающий доктор Токи. Начало протокола. Кроули. Могу ли я сделать заявление для записи? Доктор Токи, что? А, да, конечно. Кроули. Ошибкой было назначать доктора Хейварда в кошке в колыбели. Умный малый, но слишком зеленый. Он только что учиться закончил. Он вряд ли даже знает разницу между ментальным воздействием и инфоугрозой. Нет, он ничего плохого не сделал. Он просто... Извините, мне просто нравится этот парень. Я, наверное, предвзято отношусь. Но если бы он был более подготовлен, если предварительно он поработал в более безопасной группе, испытал все эти вещи вместо того, чтобы слушать об этом лекции... Вздыхает. Извините, мне нужно было выговориться. Доктор Токи, все в порядке. Кроули. Вы хотите спросить меня о столкновении 29, верно? Токи. Пожалуйста. Кроули. Ладно, нам было нужно только основное еда и горючее. Мы не собирались тратить в 45-й больше, чем несколько минут. Но все же несколько нервничали. Мы несколько дней не видели собаку или девочку. Так что чего-то от них не ожидали. Мы с Хейвердом затащили первую в гараж зоны. И тут за нами взорвалась машина. Они, наверное, следили за нами, выжидая, пока мы не остановимся в очередной зоне. Потому что напали они сразу же, как только 12 из нас вышло наружу. Доктор Токи. Тогда вы оповестили зону 45 и попытались добраться на крышу для эвакуации. Кроули. Да, либо так, либо отдать ее. И пусть они делают, что хотят. Но так или иначе, в итоге мы оказались в лаборатории какого-то бедолаги. И эта парочка ломилась к нам. Двойка начала бросаться на двери, пока тройка не велел ей отойти и не взорвал дверь. После чего включились спринт Клеры. Это штука, тройка. Пошел прямо ко мне. Ничего не делал, не нападал, не взрывался. Девочку не натравливал, просто сел. Единственным, что я мог сказать, это было, почему? Я давно не чувствовал себя таким бессильным. Он сказал мне, что делает это в качестве услуги. И что его пламя это искупление. Что они не могут видеть и не могут слышать и не могут чувствовать. Просто наедине с собой не вижу зла. И всякое такое. Токи. Что случилось с доктором Хейвардом? Кроули. Пауза. Этот дурик швырнул у него микроскоп. Само собой, тройка ему ответил. Хейварда немного обожгло, но он был весь мокрый. Это помогло ему совсем не сгореть. Я не знаю, почему, но убить его тройка велел двойке. Может быть, счел недостойным связываться с пацаном или считал, что двойка лучше справится? Она схватила пацана и бросила его к дальней стене. Перебила им все банки серы, прежде чем... Ну, прежде чем продрать ему грудь. Двойка собиралась снова напасть, но замешкалась. Тройка как будто растерлился на двойку, а потом увидел камни, упавшие на Хейварда. Я сложил два плюс два, предположил, что камни пугают их. И сделал все, что мог. Приятно было увидеть, как эти штуки от нас пытаются удрать после всей этой херни. Что ж, это все? Я хотел увидеть еще несколько людей в лазарете, пока часы посещения не закончились. Доктор Токи. Вы просили напомнить вам, что вы хотели поделиться какими-то догадками по поводу сущности SCP-1913 в целом. Так что это за догадки? Кроули. А, ну да. Хейвард собирался мне об этом рассказать в Зоне 45. Он некоторое время допрашивал первую и что-то из нее вытряс. У него были предположения о том, как работает SCP-1913. И думается, что-то большее, чем известно нам. Он мне не говорил, но это казалось срочным. Думаю, это стоило передать. Если бы я знал, я бы вам рассказал. Но это все. Что я знаю? Что я дожил до того, чтобы увидеть, как эти штуки вырвали Хейварду сердце нахрен. И он тоже. Конец протокола. Заключение. Спустя один месяц после этого интервью, доктор Хейвард был выписан из реанимации после залечивания ожога в третьей степени рук и торса, а также к аутиризации раны в груди. От доктора Хейварда были получены данные о том, что в случае, если SCP-1913-2 или SCP-1913-3 достигнет SCP-1, это приведет к освобождению и созданию четвертого объекта, а также к физическому изменению тиро-1. Данная информация получила подтверждение со стороны SCP-1913-1 и отрицание со стороны тиро-3.